Доброе утро, начинаем снимать видео, отвык говорить на камеру Блин, не почистил гриль Главное, что Ульяна этого не видит Теперь я готов Всем здравствуйте, меня зовут Тимофей И сегодня я расскажу вам, что у меня в рюкзаке Через несколько часов у меня съемка, кажется это юбилей Обычно репортажная съемка И я решил снять это видео, заодно прибраться в свои сумки Сумка Love Pro, модель Flipside 300 Она маленькая, компактная и когда она на спине, она похожа на батарейку Если кто смотрел фильм «Двухсотлетний человек», там он ходил в путешествование Сзади была такая батарейка в виде рюкзака Так вот эта сумка как раз похожа на такую батарейку Ну что ж, погнали! Что у меня в рюкзаке? Самый, наверное, мой стабильный и незаменимый соратник Это Canon 5D Mark III Да, сейчас 2019 год и я еще снимаю на Canon 5D Mark III Ну, тем не менее, в связке это объектив Tamron 24-70 с стабилизацией, с диафрагмой 2.8 Вот с такой вот большой линзой впереди Хороший объектив, в связке вообще прям шикарный Я, наверное, на него отснял процентов 90 всех своих съемок И уже давно им пользуюсь Тут уже слезли все резиновые штуки Прекрасный объектив, прекрасный фотоаппарат И единственное в этом объективе, такой из минусов Это, ну, наверное, не из минусов, а из особенностей Он немножко мылит картинку То есть, если возьмете тот же самый объектив у Canon и у Tamron То у Canon будет намного резче Так что, если будете брать Ну, не знаю, это, кстати, это тоже не новый объектив Есть уже более новые модели Поэтому там, я думаю, с резкостью уже все получше Так что вот, Canon 5D Mark III и Tamron 24-70 Поехали дальше Кстати, в этом фотоаппарате я еще использую Здесь у меня, как вы знаете, два слота под карты памяти И на слоте под SD-карточку у меня вот такой вот Wi-Fi адаптер Если что, я делал про него обзор На своем канале можете взглянуть Дальше Из объективов Здесь, наверное, офигенный объектив Соотношение цена-качество Это Canon 85 мм с диафрагмой 1.8 Потрясающий объектив Смотрите, какая у него шикарная линза Потрясающий объектив Потрясающая светосила Минусов у этого объектива вообще нет Вот, если хотите себе брать какой-нибудь объектив на постоянку Чтобы делать красивые боке Чтобы он был резкий Чтобы он был светосильный И вам не нужен зум-объектив А вы ищите именно фикс-объектив Canon 85 мм Это просто бомба Потрясающий объектив После него, наверное, он круче даже полтинника Ну, полтинник, правда, подешевле С 1.8 это подороже Но зато Это просто потрясающе Тоже я снимаю обычно Либо на 24-70 Либо на 85 мм Шикарный объектив Дальше объектив, который я не всегда беру с собой Но так как Короче Canon 75-300 Олдскульная модель Старая Без стабилизации Просто по хардкору Диафрагма у него, по-моему, 4, 5, 6 Почему не всегда беру с собой? Потому что Если съемка в помещении То на него снимать нет смысла Потому что Обычно в помещениях Свет не очень Если на улице, то вообще Супер Он резкий Он не такой быстрый Но он резкий И 300 мм Все-таки Это очень круто Есть еще объектив 70-200 Но он сейчас У Ильи У моего друга Ильи Он на него снимает Вот поэтому я беру этот объектив Сейчас с собой Если съемка на улице То потрясающая вещь Дальше Вспышка Canon Speedlight 430 EX2 Старенькая модель Тут уже вот слезла тоже штучка Она у меня была уже в ремонте Потому что На одну из съемок Я ее уронил Хорошая вспышка TTL все есть Canon умеет делать вспышки Хотя у Yungno Тоже сейчас Вспышки отличные Это зарядка Зарядка для аккумуляторов Автоаппарат Так Вот такая вот Сумочка Здесь у нас Здесь у нас целых 7 по моему Или 8 Аккумуляторов Для Аппарата Потому что Я их беру с собой Стараюсь чтобы они всегда были заряжены Потому что Помимо фото Я еще снимаю видео И на видео бывает Очень большой расход батареек И батарейки здесь Есть как Оригинальные Так и неоригинальные И неоригинальные Бывают что Они как-то Внезапно заканчиваются Я думаю что Это от нагрева бывает Если знаете Почему бывает Внезапно заканчиваются Неоригинальные Аккумуляторы То напишите в комментариях И это Аккумуляторы на вспышку Anyloop Pro Два комплекта у меня Потому что Иногда нужно Бахнуть вспышкой Также у меня с собой CF Компакт флеш Их обычно 5 штук Этого Хватает Прям За глаза Один Помню Несколько раз у меня бывало Что не хватало Флешек Это очень грустно Было Потому что Ты бегаешь Снимаешь И Столько С такой объем памяти И тут бах У тебя заканчивается Память И ты такой Думаешь Блин Зачем ты снимал На серийке Также Всегда с собой Беру Видеокамеру Также Всегда со мной Карт-ридер Defender Обычный Карт-ридер Проводок Вот от него USB 2.0 Ничего особенного Знаю, что нужно купить USB 3.0 Но пока Не дошел до этого Хороший Карт-ридер Есть все разъемы На самом деле Раньше Он пользовался чаще Когда Скидывал фотографии На телефон Вытаскивал флешку Включал ее В специальный переходник Подключал к телефону Скидывал фотографии Но сейчас Когда купил Wi-Fi модуль То стало Все гораздо проще И Фотки Скидываются Уже По беспроводу Но Картриды Со мной Мало ли Где что И когда Надо будет скинуть Ну что же Друзья Это было видео О том Что у меня В рюкзаке Это не весь Мой Комплект Фотографа Это наверное То Что у меня Всегда С собой Давайте так Если это видео Наберет 10 лайков То я сниму Видео Про все Своё Фото Оборудование И фото Снаряжение Мне кажется Будет интересно У меня даже Самому Будет прикольно Посмотреть На все Изобилие Оборудования Что у меня есть Хотя у меня Не так Не такой большой Комплект Как у того же Питера Маккинона Вот так Спасибо за просмотр Друзья Желаю Всего хорошего Посмотрите И вы То что у вас В рюкзаке Вдруг найдете Что-то Тоже Интересное И Становитесь Творцами Своей судьбы Всем пока Сейчас Закончил Снимать Своё видео Про то Что у меня В рюкзаке Это очень Забавно На самом деле Я Совсем Разучился Говорить на камеру И Забавно Ещё То что Я проглатываю Некоторые Кончания Особенно Это слышно На том Когда я Произношу Название Объектива 24-70 Я говорю Это 24-70 И Вообще Это не слышно Это забавно На самом деле Надо снимать Больше видео Чтобы практиковать Свою дикцию И улучшать Её Надеюсь Это не сильно Вам режет Звук А я Буду работать Над этим Ещё раз Спасибо Всем За просмотр Субтитры Продолжение следует...